В ваших роликах вы говорили, что Шамиль Басаев в истории чеченского народа сыграл позитивную роль. Откуда такая готовность оправдывать людей, которые использовали детей как живой щит буквально? Зачем это нужно вообще? Басаев, он, к сожалению, это неоднозначная личность. И в своих роликах я всегда говорю о том, что это его роль в нашей истории. Её должны будут определить именно люди. И то, что было совершено в Беслане, — это великое преступление, которое вообще никак нельзя оправдать. Но дело в том, что Басаев — это человек, который отдал свою жизнь в борьбе за нашу свободу. Поэтому он в народах не воспринимается как абсолютное зло. И то, что произошло в Беслане, — это не перечёркивают все те хорошие его стороны. И самое главное, что его спасает, — это то, что этот человек отдал жизнь свою в этой борьбе. Поэтому в целом народ его не воспринимает как преступника или абсолютное зло. А здесь ключевым фактором является отношение к народу, потому что это оправдание звучит буквально как оправдание сталинизма. Ну да, конечно, много людей убили, но вот, значит, индустриализацию провели. Прямо вот одна и та же риторика, нет? Ну немножко, опять-таки, неподходящий пример, потому что индустриализация и человек, который в борьбе отдаёт свою жизнь, — это разные вещи. Для американцев героями являются пилоты, скинувшие атомные бомбы на Хиросиму и на Касаки. Поэтому здесь, видите, с каждой стороны есть какие-то свои взгляды. И есть вещи, которые оправдываемы и неоправдываемы. Есть преступления, которые невозможно оправдать, но при этом самого преступника его можно оправдать. Когда мы говорим о том, что он, возможно, позитивно оценивается в целом всем народом, мы ни в коем случае не имеем в виду, что оправдывается то, что он сделал в Исламе. Но вы оправдывали ещё, поправьте меня, если я не прав, но у меня есть прямо цитата, вы оправдывали прямо методы. Путин ради жизни детей должен был пойти на что угодно. Тут прямо такая жалость чувствовалась, когда я это слушал, что как-то мы детьми прикрылись, и это не сработало. Всё-таки война и терроризм — это разные вещи. И брать в заложники мирное население детей — это вообще совсем отдельная история. Так я и говорю, это вещь, которую никак нельзя оправдать. Хорошо. Но если кратко, что же в таком случае значит Путин ради жизни детей должен был пойти на что угодно? Путин ради жизни детей должен был пойти на переговоры, освободить детей, пойти на какие-то уступки. Он должен был сделать то же самое, что было сделано в Удюновске, в Ченом Урдином. То есть пойти на переговоры с террористами? Ну, вообще, даже с террористами, да. Но мы сторону боевых действий не воспринимаем как террористов. Поэтому здесь... Но дети-то какая сторона боевых действий? Всё-таки речь про детей. Мы говорим о переговорах Путина с Басаевым. Он должен был пойти на переговоры с Басаевым. Он должен был спасти детей. И в этом не может быть никаких сомнений. Дорогу как раз к Беслану проложил Ельцин и Черномырдин, когда дали понять, что такими акциями можно что-то добиться. Идея о том, что с террористами нельзя идти на переговоры, она не просто так появилась. Дорогу к Буденовску и к Беслану проложил Ельцин, это правда. Но не тем, что отпустил Буденовские детей, а тем, что ввёл войска на территорию Чечни и начал войну против суверенного государства и народа. Когда убил тысячи чеченских детей, тогда Ельцин проложил дорогу к Беслану. Это не Черномырдин, освободив и спас этих заложников, и тем самым проложил дорогу. Это очень неправильное понимание. Если на кону стоят жизни, тем более жизни детей, то нужно говорить хоть с самим сатаной. Говорить с сатаной нужно, но у меня вопрос к вам, как к мусульманину, который высказывался вот в этом ключе относительно преступления, которые были совершены в Беслане. Откуда готовность оправдывать людей, которые взяли детей как живой щит? Почему это, в принципе, воспринимается как метод и воспринимается как упрек людям, что вот, значит, на них этот живой щит не сработал? Как упрек? Каким людям? Я не совсем понял. Вот Путину, Путину в данном случае. У меня к Путину масса претензий. Я совершенно не хочу его оправдать в роли в Беслане. Она, разумеется, преступна. Точно так же те же оговорки делаю, что сделали вы в адрес Басаева, Басаева, но живой щит-то кто взял? Вот я то же самое, что и вы говорю. Я тоже никак не хочу оправдывать Басаева в вопросе Беслана и делаю ту же самую оговорку. Но при этом, как и в случае с Путиным, он является президентом, и вы готовы с ним разговаривать, отмечать какие-то его заслуги и так далее. То же самое мы делаем с Басаевым. Хорошо. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m.